Сегодня говорим о особенностях увольнения дистанционных работников. Для начала мы хотим напомнить, что дистанционная работа поднимает под собой взаимодействие работодателя и работника, при которой работник выполняет свою трудовую функцию по трудовому договору вне места нахождения работодателя, вне стационарного своего рабочего места с помощью сети интернет, либо иных сетей общего пользования. Основанием увольнения таких работников могут быть как общие, это статья 77 Трудного кодекса, так и специальные, об одном из которых мы сегодня поговорим. Одном из таких специальных увольнений является ситуация, при которой работник не взаимодействует с работодателем более двух дней подряд с момента запроса работодателя. Что в принципе это вообще значит? Есть так называемая формулировка увольнения за молчание, когда работник получает ту или иную задачу от своего работодателя и может ее проигнорировать. Но возникает из ситуации в практике, когда эта задача может, например, не дойти или не выполниться по тем или иным причинам, которые могут называться уважительными. Перечень уважительности таких причин у нас законодательно не закреплен, и по сути работодатель с ней разбирается индивидуально. В зависимости уже до суда решается данный спор, либо в судебном порядке. Фактически можно рассмотреть проблематику в общих каких-то рекомендациях. В частности, как мы уже сказали, сама процедура уважительности причин может выясняться как письменным запросом. Здесь работодатель не ограничен в способах формирования. То есть это может быть какое-то заказное письмо, переписка в мессенджер, запрос на e-mail, либо даже работодатель может приехать, если фактически есть такая возможность, к работнику домой и выяснить, все ли по сути с ним в порядке. Далее необходимо со стороны работодателя подкрепить, какая задача ставилась перед работником, потому что могут быть использованы различные коммуникационные системы, где обговариваются деленные условия выполнения работы, а также их сроки. И только уже после этого работодателю рекомендуется все-таки оценивать степень этой уважительности. В частности, в нашей практике была ситуация, при которой работодатель поставил работнику задачу, но фактически она просто не дошла, потому что был коммуникационный сбой. Тогда уже суду приходилось выяснять все-таки фактически, по какой причине был сбой. Может исследоваться журнал мониторинга специальных задач, либо контроль работника выхода в сеть. Фактически данные ситуации вообще рекомендуются лучше решать все-таки в досудебном порядке. Как мы уже сказали, юридически значимые обстоятельства выясняются не только, сама уважительность причин, но мог ли работник в принципе выполнить данную задачу. Потому что, как мы уже сказали ранее, задача выполняется вне рабочего стационарного места и не всегда может подходить под определение фактической дистанционности. Фактически при исследовании споров по данной ситуации также могут выясняться неоднократность или однократность выполнения той или иной задачи. Потому что может быть важным, что если работник не выполнил эту задачу, но даже если отсутствует какая-то уважительность причин, иногда работодатель в принципе может простить работника. Такие тоже ситуации необходимо помнить. В частности, мы рекомендуем, исходя уже из нашего опыта рассмотрения таких споров, а со стороны работников банально делать все скриншоты и переписки, которые могут быть с работником, работник и работодателем. Работодателю необходимо выяснять уважительность причин не только, как мы уже сказали, по телефону позвонить. И если работник не взял трубку, этого достаточно необходимо формулировать все письменные запросы. Более того, сами уполномоченные представители работодателя могут в принципе выехать домой, оставить какую-то телеграмму, либо даже оставить, если есть какой-то вахтер, либо консерв. Потому что в суде сам процесс выяснения, он очень становится важным. И работодатели часто этим пренебрегают, что приводит к возникновению таких споров. Также само молчание, если оно демонстрируется со стороны работника, работник в такой ситуации должен помнить, что если ему задача не ставится в течение двух дней, то есть может быть ситуация, при которой работодатель просто не обязан ставить задачу, но при этом работник с ним сам не взаимодействует. Это тоже приводит к возникновению споров. В нашей практике была ситуация, при которой работодатель планировал уволить работника за то, что сам работник с ним не взаимодействовал два дня подряд. В таком случае необходимо смотреть, что прописано в должностной инструкции между работником и работодателем, так как есть выполнение задач так называемых текущих. Это может быть какой-то плановый контроль, это может быть выполнение каких-то фотоотчетов, либо презентации, которые работники просто забывают, дожидаясь, что все-таки какая-то специальная задача будет им сегодня прислана. Об этом тоже не стоит забывать, чтобы не было спорных ситуаций.